Пережить разрушение на самом взлёте. Начать практически с нуля. Быстро стать на ноги и реализовать новые идеи. Такова краткая история цифровой лаборатории из Донецка, ставшей площадкой для развития стартапов. Для молодых изобретателей это шанс воплотить замыслы в рабочие модели. Для будущих учёных и инженеров получить первый практический опыт. Наш рассказ о том, как общественная инициатива может стать составляющей технологического развития страны. Коворкинг, воркшоп, айтихаб. Понятие относительно новое. Но в последние несколько лет страну охватил настоящий творческо-технический бум. Такому явлению необходимо определённое пространство, и поэтому хабы и лабы возникают как грибы после дождя. Особенно это заметно в мегаполисах, каким до недавно считался и город Донецк, большой промышленный центр на востоке Украины. Шесть лет назад там была создана общественная инициативная арт-платформа, размещавшаяся на территории бывшего завода изоляционных материалов. Среди избранных видов деятельности был и так называемый фаб-лаб. Это мини-фабрика, которая позволяет изготавливать любую материальную вещь с помощью цифровых приборов. Концепция Fabrication Laboratory была разработана в Массачусетском технологическом институте в Соединённых Штатах для изготовления уникальных объектов. Такую же лабораторию создали и основатели Донецкой Фаб-лаб. В конце 2013 года она открылась, однако не проработала и года. В июне боевики самопровозглашённой так называемой Донецкой Народной Республики захватили город. Общественная инициативная платформа и Фаб-лаб были разграблены. К сожалению, когда захватили территорию завода и изоляции, пришлось быстро переезжать, и много оборудования у нас пропало. Спасти удалось только один 3D-принтер. Теперь он уже на почётном месте в новой локации, в Киеве. Сюда переехала вся организация, ведь основатели арт-платформы не могли покинуть своё детище. Её восстановили. И сейчас эта частичка Донецка в столице Украины начала работу и лаборатория с новым названием и новыми идеями. Для нас очень большую роль играет сама эта лаборатория. Это как наши воспоминания о наших корнях, о Донецке, откуда мы пришли. Кроме того, лаборатория растёт и развивается. Развиваются ребята, которые в ней работают. Мы наполняем её дополнительными программами, мастер-классами. Появляется новое оборудование. Появляются новые тенденции в науке и технике. Теперь к спасённому 3D-принтеру добавился целый ряд различных приборов. Многое сделано молодыми изобретателями самостоятельно. К слову, практически все сотрудники лаборатории – бывшие дончане, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за военных действий на малой родине. Мы с Геной сделали практически все 3D-принтеры, которые здесь стоят. То есть мы этим занимались ещё до того, как начали здесь работать. И разрабатывали свои ЧПУ-системы. Нынешняя лаборатория – это прежде всего общество единомышленников, с которыми можно обсудить идеи, поделиться опытом и, окрылённым, начать работать над новыми проектами. Есть те, для кого это просто хобби или самореализация. Для кого-то – это возможность начать стартап-проект. Для того, чтобы всё получилось и имело коммерческий успех, надо найти для идеи инвестора. По крайней мере, создать прототип устройства. И фаблабы – небольшие мастерские, предоставляющие участникам возможность творить это то, что нужно. Мы ориентированы в меньшей степени на IT, как сейчас это модно, как сейчас считается, что это самое прогрессивное направление украинской наукоёмкой интеллектуальной экономики. Мы больше верим в какие-то аналоговые вещи. То есть, что можно производить какой-то физический продукт, реальный продукт, и он может быть успешным и интересным не только на украинском рынке, но и на западном рынке. Что интересного можно создать в лаборатории? Скажем, ребята привезли с собой из Донецка увлечение конструированием беспилотных летательных аппаратов. Вокруг нас собрались любители летательных аппаратов беспилотных, называют ещё их дронами. И, в принципе, у нас четыре человека, которые собирают или абсолютно разные модели, но также модели, которые в чём-то схожи. У нас, в принципе, уже с моим коллегой довольно большой опыт в разработке именно дронов. Мы делали и грузовые дроны, которые на 7 километров могут перенести 4 килограмма груза и вернуться обратно. То есть и всякие там для себя развлекухи, там гоночные дроны, такого плана всякие, разные классы дрона. То есть там есть дроны даже с аппаратом сброса, то есть там цепляешь какой-то грузик, дрон подлетает к точке, на точке зависает, сбрасывает груз и возвращается обратно. На самом деле сделать такой летательный аппарат не проблема. В свободном доступе есть технологии, структурные детали, программное обеспечение. Но чтобы придумать для устройства какую-то фишку, нужны фантазия, талант и желание. Так возникла идея сконструировать дрон, с которого можно запускать модели ракет. Такого ещё толком никто не делал. Это такая вот новенькая, свежая идея, которую быленько нужно воплотить, что, собственно, мы и сделали. Пока такой аппарат разработан только для любителей ракетно-модельного спорта. Можно запускать на выставках ракеты, особо не опасаясь за окружающих людей. И ещё, как вариант, то есть можно ракету поднять на дроне метров на 200, там уже более разряженный воздух. И дальше ракета стартует с дрона, летит уже в более разряженном воздухе, меньше сопротивления лобовое. И выше летит на том же движке. Но изобретатели считают, что в дальнейшем их аппарату можно будет придумать и другое применение. К примеру, с него можно запускать метеозонды и даже небольшие спутники, которые будут подниматься в верхние слои атмосферы, скажем, с видеокамерой или какими-то специальными датчиками. И в таком аппарате будет трудно обойтись безумной электроники. Можно задать ему полётное задание на телефоне, отправить на выполнение, и он сам его взлетит, наберёт нужную высоту, которую вы зададите, долетит до той точки, которая вам нужна, сделает то, что нужно, вернётся обратно и сядет прямо там же, где взлетел. Мы уже привыкли ориентироваться в пространстве с помощью спутниковых технологий или GPS-связи. Но бывают ситуации, когда такая связь отсутствует или пользоваться ею нерационально. В таком случае можно задействовать другие технологии. Например, систему позиционирования внутри помещения. Обычно её применяют на складах, где грузчиком или экспедитором выступает не человек, а робот. Ездит себе такая машинка между стеллажами и уже сама знает, куда двигаться, что взять и куда отвезти. Но у молодых изобретателей Фаблаба есть собственный взгляд на возможности таких систем. Сейчас существуют похожие проекты, но они отличаются по реализации, так скажем, этого позиционирования. То ли нам нужно рисовать какие-то определённые полосы на полу, что не очень удобно, или же по радио или оптическому каналу мы связываемся с датчиками, что может привести к небольшим погрешностям. Пока что я остановился на радиоканале, так как он более точный, и с помощью него можно определить свои координаты, надеюсь, до сантиметров. В лучшем случае, может, до миллиметров дойдёт. По мнению Владислава, связь через радиоканал не зависит от уровня освещения, качества видеокамер и не требует дополнительного оборудования. Робот с такой системой будет не только ездить по чётко заданным маршрутам, а сможет видеть препятствия и просчитывать, как их преодолеть. Сюда же планируется подключать различные сенсоры, такие как RFID-метки, это такие катушки небольшие, которые позволяют определить точно, что за устройство. То есть мы, допустим, приклеили эту меточку к грузу, который необходимо перенести, сделали это с тысячью или с миллионом таких посылок, всё это ввели в базу данных. База данных связывается напрямую с нашим контроллером, и если нам в данный момент нужно привезти контейнер номер один, то наше устройство узнаёт, где этот контейнер из базы данных, едет туда, берёт этот контейнер и привозит обратно. Сейчас Владислав работает над датчиками и сенсорами, которые смогут определять координаты устройства. Параллельно пишет под них компьютерную программу. Очень надеется на успех, ведь кроме складских роботов это изобретение можно будет применять и для других нужд. К примеру, модифицировать под людей со слабым зрением, ведь с таким девайсом они могли бы свободно, без посторонней помощи передвигаться в помещении. Допустим, у них есть несколько специальных датчиков или сенсоров, которые позволяют интуитивно, допустим, на ноге понимать, что сейчас препятствие какое-то будет. То есть его надо, допустим, обойти слева, справа, или же пригнуться. Это может быть как звуковая индикация самая простая, так и какая-то физическая, небольшая электроэлектрическая импульс. Лаборатория реализует собственные проекты и учит мейкерству всех, кто создает вещи своими руками. Поэтому важной частью ее работы стали мастер-классы для детей и взрослых и творческо-технические кружки для школьников. Здесь верят, что из них могут вырасти изобретатели, творцы будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова